Президент Республики Узбекистан подписал постановление о дополнительных мерах по повышению занятости и укреплению здоровья женщин. Документ принят с целью увеличения доходов семейного бюджета путем развития надобничества, сокращения количества незанятых трудом женщин посредством дальнейшего расширения производства с использованием надобного труда и развития сферы оказания услуг, организации деятельности центров обеспечения занятости и укрепления здоровья женщин в Ахаллях. Детали раскроют комментарии программы. По оценкам Международной организации труда, накануне кризиса, связанного с пандемией COVID-19, в мире насчитывалось порядка 260 миллионов надомных работников. Это 7,9% всего работающего населения Земли. 56% из них, 147 миллионов, составляли женщины. Сюда входят и те, кто трудится удаленно на постоянной основе, и многочисленные работники, занятые изготовлением продукции, производство которой невозможно автоматизировать. Например, вышивание, народными промыслами, сборка электронных устройств. Третью категорию составляют работники цифровых платформ, занятые предоставлением услуг, таких как оформление страховых исков, техническое редактирование, аннотация данных для подготовки систем искусственного интеллекта. По оценкам экспертов, в первые месяцы, разразившиеся в 2020 году пандемии COVID-19, на положение надомника оказался каждый пятый работник. По мнению специалистов, в последующие годы будет наблюдаться дальнейший рост объема надомной работы. И это говорит о настоятельной необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются надомники и их работодатели. Глава государства подписал целый пакет документов, где отражены конкретные поручения по комплексному решению проблем занятости населения, в особенности женщин. Многие из них, особенно в сельской местности, занимаясь воспитанием детей, остаются незанятыми. Немало их количества отмечено в железной, женской и молодежной тетрадях. Иными словами, они нуждаются в социальной помощи и поддержке. А ведь многие могли бы использовать уже имеющиеся навыки в кондитерском деле, в оказании услуг, в приготовлении национальных блюд, организации ателье по пошиву одежды. Чтобы активизировать работу в этом плане и наладить деятельность центров шейпинга, физкультуры и оздоровления, глава государства подписал постановление президента о дополнительных мерах по повышению занятости и укреплению здоровья женщин. Настоящим документом создаются центры для того, чтобы обучать женщин-ремесленников надомному труду. Женщины-ремесленницы будут работать на дому, не отходя от своей семьи, от своего семейного очага. И на основании договора с работодателем они производят какие-то вещи по заказу, предусмотренному по договору. Они вносят свою лепту в семейный бюджет и кроме этого они себя находят в обществе. С 1 октября 2022 года предусмотрено увеличение объемов выплат субсидий представителям предпринимательства, занимающихся надомным трудом с 10 до 15 базовых расчетных величин оплаты. Проще говоря, за счет фонда содействие занятости будет осуществляться выплата в 4,5 миллионов сумм вместо трех. Эти средства планируется направить на приобретение необходимых приспособлений. До конца этого года из вышеназванного фонда будет выделено на эти цели более 1 миллиарда сумм. В 2023 году уже 6 миллиардов 700 миллионов, а в 2024 году предусмотрено направить 9 миллиардов сумм. Госкомкомитету по поддержке семьи и женщин поручено ежегодно организовать в каждом регионе республики конкурс среди 20 семей, занимающихся надомным трудом, с призовым фондом в 50 миллионов сумм. Выделение таким образом 700 миллионов 14 регионам станет стимулом для наращивания и обеспечения занятости женщин через надомничество. Только этот аспект позволит трудоустроить 2,5-3 тысячи женщин. Помимо этого, за счет средств целевого фонда поддержки семьи и женщин для обладающих лидерскими качествами представительница прекрасной половины организует учебные курсы. Предусматриваются льготы женщинам-надомникам. Ранее таких льгот не было. Финансирование именно таких мероприятий предусматривается за счет средств фонда поддержки женщин и семьи. Чтобы наши женщины могли спокойно обучаться этим навыкам, именно надомному труду разного вида, организовывается час предпринимательства. Это мастер-класс именно уже профессионалами своего дела. Согласно новому постановлению, это новшество. И это будет стимулировать других предпринимателей, именно обеспечивать работой женщин надомникам. Кстати, на основе постановления президента от 7 марта 2019 года в областях функционирует 14, а в районах 168 центров предпринимательства женщин. Так вот, за период до 2024 года включительно на их базе планируется обучить почти 47 тысяч женщин с доведением их профессионального уровня до нужных для развития бизнеса кондиций. Всего из профильного фонда будет выделено 5,5 миллиардов сумм до конца 2024 года. Предприняты меры по стимулированию бизнеса с целью трудоустройства работодателями надомных работников. Обеспечил занятостью пятерых и получил 50-процентную скидку на оплату аренды помещения из фондов госсобственности. Сегодня средняя стоимость аренды 250 квадратных метров в Ташкенте составляет 8 миллионов суммов, в Нукусе — 4,5 миллиона, а скажем, в Кушкупырском районе — 1 миллион 800 тысяч суммов. Немного арифметики в рамках документа за подписью руководителя страны. Если обеспечил занятостью пять женщин в столице, получаешь бонус в 50% на аренду помещения площадью 60 квадратов. Если же 20, то уже на 250 квадратных метров. Аналогия по показателям выглядит следующим образом. В областных центрах 80 и 280 квадратов соответственно. На других территориях — 120 и 320 квадратных метров. То есть платить придется в два раза меньше. Кстати, и это еще не все. Если предприниматель организует производство и при этом 70% от общего числа занятых составляют женщины-надомницы, входящие в соответствующую тетрадь, то при сохранении их трудоустройства в льготный период, в данном случае бизнесмен полностью освобождается от уплаты аренды на здания и сооружения, находящиеся в госсобственности до 1 октября 2027 года. Утверждается программа по обеспечению занятости женщин через развитие надомного труда. В ней обозначены меры по подготовке специалистов в области надомничества, проведения конкурса среди субъектов предпринимательства, организовавших наибольшее количество в данном направлении. Центры по обеспечению занятости женщин и укреплению здоровья будут создаваться за счет дополнительных доходов местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством. Эти центры строятся сейчас в данный момент, выделены земли. Там и будут обучать шитью, кулинарию. Будет и спортивный инвентарий, и инвентарий по обучению женщин надомному труду. Надомный труд – это не только доход, потому что женщина обучает своих сестер, своих членов семьи. Эти центры будут создавать условия для передачи этого богатого наследия нашего народа, наших женщин. Всего до 2024 года должны начать функционировать 1774 центров. При этом по рекомендации сходов граждан помещения центров могут быть переданы женщинам для организации предпринимательской деятельности на 5 лет в льготном режиме. При этом за счет фонда содействия занятости в каждом из 1774 центров можно будет организовать профессиональное образование с приглашением мастеров своего дела. До конца 2024 года на эти цели направят 8 миллиардов 400 миллионов сумм. Но на этом мера стимулирования для обеспечения занятости женщин бизнес структурами не заканчивается. Если в рамках одного проекта, реализованного в центре, удастся получить работу 20 безработным женщинам, то на каждую из них выделяется государственный грант в размере 3 миллионов сумм. И эти деньги будут направлены на кардинальное улучшение материально-технической базы центров через покупку техники и оборудования для швейных, кондитерских и ремесленных цехов. Если это будет меньше 20 женщин, то этот отбор будет проходить в каждом махале. Предыдущий отбор должен был проходить в регионах. То есть у нас 14 регионов, на каждом регионе по одному отбору проходят раз в году. Следующий отбор, она проходит в разном порядке, но проходит в каждом махале. Победившие в конкурсе 160 центров получат средства в размере 10 миллиардов суммов на обеспечение занятости 20 нуждающихся и безработных женщин. В результате 3300 человек получат возможность иметь стабильный доход. Что немаловажно, за счет профильных фондов на эти цели будет выделено более 60 миллиардов суммов, а ассигнования из государственного бюджета не понадобятся. Таким образом, планируется трудоустроить в текущем году более 2000 женщин. А в 2023-2024 годах уже порядка 18 тысяч женщин. Очевидно, что работая, зарабатывая, они вносят свой вклад в семейную копилку, сама реализуется и развивается во всех отношениях.